Друзья, всем привет! С вами Виктория. Сегодня готовим крем для торта. Клубничный крем-мусс, который подойдет для прослойки любых бисквитных тортов или десертов. 10 грамм желатина заливаем холодной водой и отставляем на 10 минут. Если вы пользуетесь порошковым желатином, то понадобится 35 грамм. Клубнику моем и убираем хвостики. Добавляем 2 столовые ложки сахара и перебиваем погружным блендером в однородное пюре. Можно протереть через сито. Кстати, такой же крем можно приготовить абсолютно с любыми ягодами или фруктами по вкусу или по сезону. От общего количества пюре отливаем один половник и ставим на одну минуту разогреться в микроволновую печь. В разогретое пюре добавляем набухший желатин. Все тщательно перемешиваем, чтобы желатин хорошо растворился и добавляем в общую массу. Еще раз все перемешиваем и отставляем, чтобы наше клубничное пюре немного остыло. И пока займемся сливками. В 400 миллилитров сливок добавляем 3 столовые ложки сахарной пудры. Желательно использовать именно сахарную пудру, а не сахар. И взбиваем миксером в белую пышную массу. Сливки должны быть очень хорошо охлаждены, венчики и формочка обезжирены. Взбиваем вот до таких пиков, когда вы видите, что остается заметный след на сливках, значит они достаточно взбиты. И теперь соединяем обе массы. Уже остывшее клубничное пюре с желатином и сливки. Делаем это либо деревянной лопаткой, либо силиконовой. Добавляем сразу все пюре и аккуратно снизу вверх круговыми движениями перемешиваем до однородного состояния. Масса должна получиться пышная и кремовая. Обратите внимание на консистенцию. Клубничный крем получается очень вкусный, нежный и совсем не приторный. Сахар можно регулировать по вкусу. Ссылку на приготовление торта с этим кремом я вам оставлю в описании под видео. Заходите, смотрите, подписывайтесь. Надеюсь, это видео оказалось для вас полезным. Не забудьте поставить лайк, пишите мне ваши отзывы и комментарии. Я желаю вам всего самого доброго и до новых встреч! С вами была Виктория!